Жонтонг Анкай Базы. Вайлкаты закажи. Бешеная маршрутка пытается обогнать со всех сторон. Блин, офигеть. Блин. По правой полосе здесь ехать очень опасно, потому что либо кого-то обрызгаешь лужей, либо кого-то обрызгаешь грязью. Выбор очевиден. Что лучше лужей быть, либо ехать по центру. Жесть, конечно. Как так-то? Слева вообще не работают. Фух. Косячок один нашелся у нас, блин. Это регулировка фар. Трындец. Я думаю, что мы все едут, моргают. А левая фара неправильно на заводе была отрегулирована. Потому что на первых машинах у нас был такой косяк. Мы это все делаем, откомментировали. Следующие машинки вроде пошли пободрее. А эта машинка же еще из старой партии. Мы ее проектировали еще в октябре. Поэтому косяки еще есть. На новых сейчас получали. Какого не было. Омск. В советское время был очень развитый город. У меня после развала империи все кончилось. Все бабки перешли в другие города. А Омск маленечко потерялся. Самое прикольное, что из Омска вообще практически нет заказов на автобусы. То есть, Тюйовина, я так понимаю, с деньгами здесь не очень. Городские автобусы это только пазики. Самые шикардосные, которые я видел, это были длинные Нексты. 0,4. Ну а так все газел и паз. Поэтому в этом плане все стандартно. Хотя город, блин, хотя город реально миллионник. То есть, метро здесь так не открыли. Хотя перспективы были. Я вчера позвонил коллегам, говорю, что я приду грязно, не мыто. Они говорят, ничего страшного, не переживайте. Вот, теперь я понял, почему можно было не переживать. Хотя у нас август еще, как бы, очень даже не чешная погода в Сибири. Поэтому фатальных грязевых отложений на дорогах не должно быть. Но здесь прямо так это очень все максимально насыщено грязью. Ни одного китайского автобуса пока не видел. Междугороднего туристического. Все транспортные компании, которые здесь покупали китайские автобусы, на моей памяти, не покупали бушные. Вот она, красота современных построек. Все из стекла и дешевого сайдинга, блин. Базики чумасые, блин, трендец. Это, как говорится, в каждой квартире должен быть хозяин, блин. Здесь опять что-то хозяин какой-то девался. Омск, транспорт, спалочка. Во время тест-драйва Анкаев вообще никак не могут люди попривыкнуть, то что первая, вторая, третья, они короткие у него. Все хотят, давай, давай, речь раскачивайся. Как на Кинге двадцать седьмом, чтобы быстро и резал было. Да, но это мягче идет. Спору нет. Ален, еще раз доброе утро. Через минут двадцать спать буду. Через шестьсот метров верните налево. Да, да, да. Итак, товарищи, держим путь мы на Тюмень. Я выехала из Омска. Все очень, не всем. Часто спрашивают, когда видят, что я приезжаю один. А почему ты едешь один без водителя? Вопрос зачем? Сидеть в кресле водителя и рулить для меня не составляет никакого труда. Это не сложно, не вызывает никаких напряжений. То есть часов там восемь-девять здесь спокойно можно ехать. Да, это не по ГОСКО, конечно, я понимаю. Не по тахографу. Слава Богу, тахографа нету. Потому что нет номеров, как вчера меня спросили. Мои друзья из Европы говорят, а как так-то? Почему? Почему ты ездишь так долго один? Ну, тахи нету, говорю, короче, можно не составлять. А, точно, номеров-то нету. Поэтому лучше сидеть здесь, чем сидеть сзади. Это реально мучительное состояние. Два-три часа уже не когущий. Все, все оттекает. Хотя я не говорю, что сидушки неудобные. Сидушки как раз они нормально и кайфовые. Поэтому рулить намного интереснее. Тем более хорошего интернета по дороге нет. За компьютером не поработать. Значит, что касаемо Омска. Блин, мне понравилось. Потому что изначально я думал, что город грязный, потому что въехал в какую-то серую и темную погоду. Близище, лужи. А потом все солнце встало. И стало намного веселее и красивее. Центр вообще мне очень сильно понравился. Здесь река одна, река вторая. Да, действительно, город очень большой. Потому что с точки авто проехать, это примерно 40 км в одну сторону. 40 км в другую сторону. До города как Волгоград идет вдоль реки. С одной стороны. Даже со многих сторон, конечно, неправильно и очень неудобно. Метро. Метра не будет. Потому что его закопают. Поэтому на входе в метро был написан проект. Сказали, что нет, все, это брехня полная. Ничего не работает. Так что забудьте об этом. Конечно, это печальное известие. Но для продавцов и барыг автобусов это очень хорошая новость. Не будет в метро, будет больше автобусов. Трамваев не проложат. Троллейбусов точно нет. Поэтому омичи не обессудьте. Ну, я, конечно, опечален, что метра нет. Но будут новые автобусы. Я там очень сильно уверен. Поэтому надо будет вернуться в Омск побыстрее. Пока еще есть хорошая погода. И посмотреть его изнутри. Походить, может быть, на выходные даже. Приехать автостоп. Блин, ладно, не будем брать. Итак, значит, что смотреть по дороге от Омска до Тюмени? Глобально смотреть нечего. Первое время шли поля, рожь, красотища. Как, опять же, сказали, что загубили все сельское хозяйство. Все стало хуже и хуже. Ну да, действительно, если брать старые поля, которые здесь были, их было очень много, поэтому все стало в разы меньше. Так что перевалы мы там закончились. Перевалы будут еще на Урале, но скорее всего... А я не знаю, доеду я до туда сам, не доеду. Но в любом случае, в любом случае, в таких перевалов, как у Байкала, больше не будет. Так, да я правильно вообще не написать? Интересно. Так, ладно, короче, заблудился я, наверное, маленько. Поэтому до скорых включений. Тюмень, жди! Едем показывать автобус Анкай. Третьей парадоверсии, к сожалению. Не четвертый, не пятый. До скорых! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok